всем привет мои дорогие друзья и гости моего канала рад вас приветствовать на своем канале сегодня расскажу вам новости которые произошли в нашем хозяйстве покажу как выросли наши мускусные уточки с каждым днем они изменяются подрастают оперяются вот видно как не появляются перья на крыльях вот здесь стоят селезни вот какие они уже красивые крупные у нас утренний обход влажную мешанку сегодня я не делал доедают они еще зерносмесь которая осталась у них с вечера зерносмесь конечно же они едят неохотно всю рассыпают вот поэтому я предпочитаю делать влажные мешанки но так как не хотелось собирать у них эту зерносмесь ведра замачивать и делать мешанку то думаю пускай они уже доедают то что осталось у них в кормушках это у нас утята мускусной мускусной утки я их называю еще утятами потому что одним на днях вот только было два месяца а другим два с половиной потому что разница у них где-то в 10-12 дней на свой возраст они достаточно такие крупные утятки с толстыми мощными лапами селезни еще растут уточки уже более-менее сформировались но вес они еще набирают не пробовали мы еще в этом году их забивать пускай селезни еще немножечко оперяться и поднаберут вес и может быть несколько штук попробуем зарезать между ними здесь есть три муларда вот один вот пьет воду и еще вот один стоит где-то один ушел и также здесь между ними есть два селезня обычной крякающей утки голубой фаворит брал специально для того чтобы сравнить что лучше но разницы практически никакой нет муларды практически как и селезни мускусной утки росли также голубой фаворит конечно же немножечко отстает хотя он и сформировался уже сейчас вам покажу но по весу они немножечко легче я их на веса не бросал и мулардов не мускусом не голубого фаворита но когда берешь в руки то все-таки разницу чувствуешь вот один селезень стоит и второй селезень шапочкой вот купается там в миске но мускусная утка она для меня всегда на первом месте у нее только плюсы никаких недостатков за годы разведения и содержания этих уток я не находил не нахожу да и глубоко копаться не буду потому что это очень хорошая птичка во-первых она тихая во вторых потребляет очень мало корма в третьих что немаловажно очень вкусные нежирные ароматное мясо из которого можно приготовить практически все блюда очень хорошо несутся несут крупные яйца с хорошей динамика роста набором веса не разводят грязь не орут то есть плюсов много и много кто содержит этих уток я думаю вы понимаете о чем я говорю вот такие наши утки ну вот так неохотно мы кушаем зерносмесь смотрите сколько мы ее разбросали на влажных мешанках с добавлением жира к нере рыбьего жира конечно же они намного лучше это все кушают и намного лучше растут сухая зерносмесь конечно это не то здесь у нас во второй загородке наши богатыри здесь у нас гусята датского легорта гусят брал практически здесь по месту но у того человека у которого я брал датский легорта романа бута сейчас они уже называются не датскими легортами они уже называются бутовские гуси в этот вопрос я не углублялся не знаю почему они теперь бутовские что там нового но гусята растут растут довольно таки неплохо сидят они сейчас 50 на 50 50 процентов комбикорма 50 процентов зерносмеси зерносмеси ход кукуруза пшеница горох немножечко свои и макуха из подсолнечника также с ними здесь вот индийский бегунок который тоже растет неплохо и мускусная уточка разноцветные вот такие красавчики сидят они уже покушали жизнь у них удалось и все у них хорошо красавчики бух и упала ну а здесь у меня детки своих яслях они тоже покушали попили и отдыхают вот хорошенечко присмотритесь на вот этих плечистых мускусных утят растут они быстрее всех они конечно же старше на несколько дней но все равно в росте они отличаются у них довольно таки крупные головы большие клювы мощные лапы хороший аппетит и хорошо они набирают вес когда берешь в руку то конечно чувствуется что в руке у тебя что-то есть вот такие красивые вот такие красавчики отсюда вот этих лавандовых утят вот они они светлые но они от лавандовых уток и должны быть лавандовыми либо будет светлая лаванда сплэш или как его еще называют здесь их 11 штук их должны забрать и если получится хочу еще продать вот этих цветных мускусных уток которых я брал сейчас объясню почему связи с подорожанием кормов с тем что все таки хозяйство с каждым днем становится содержать все сложнее и сложнее вот за эти дни которые не появлялись видео не ходил думал размышлял советовался сам принимал какие-то решения и все таки пока остановился на том что нужно сокращать поголовье своей птицы потому что во первых финансово немножко трудно а во вторых нет такого рынка сбыта на котором можно было бы продать все и отбить деньги на данный момент пока хорошо с коровой молоко забирают каждый день то есть практически живая копеечка у тебя капает каждый день а в птицу нужно вкладывать 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 а только потом что-то с этого получить конечно же для себя для своей семьи и немножечко на продажу останется но уже не таких масштабах к этому я иду уже не первый год но вот в этом году все таки вот это все докормиться что останется а потом одним махом вырежется и уедет в морозилку по несколько семей останется курей вообще не будет может ли горн и лакенфельдер останется для того чтобы просто несли пищевое яйцо будут жить все вместе а может быть даже уберу и курей хочу оставить мускусных уток белых несколько семей оставить вот этих плечистиков посмотреть какие они вырастут и что с них получится бегунки гуси и красный индюк даже наверное не буду оставлять белых вот этих бройлерных индюшек для того чтобы смешать их с красным бурбонским индюком и также не буду оставлять цветную мускусную утку нужно выбрать какое-то одно направление в этом направлении двигаться чтобы не распиляться потому что одно приносит доход другое нет но кормить все надо силы энергию время тратить а в итоге получается что ничего не получается ну друзья как то вот так реальность есть реальность с этим всем нужно как-то смириться это все нужно переосмыслить и двигаться дальше если сидеть на одном месте то ничего хорошего с этого не получится сейчас вам еще покажу своих бройлеров расскажу секрет вращения бройлера который мне вчера рассказал очень хороший бед врач с которым я знаком уже давно сейчас этим секретом поделюсь с вами это конечно же не секрет но может быть кто-то не знал и кому-то это пригодится здесь наши голубые мускусные уточки и лавандовый селест не почему пришел сюда потому что хотел показать вам утку та которая сидела на гнезде последнего видео было о том как мускусная уточка выводит утят вывела она 6 утят с 8 яиц 2 лавандовых и 4 голубых и под ней еще были белые яйца от белых мускусных уток вывелось 5 штук одно было нежизнеспособное не втянутый был нормально пупик и несколько яиц замерло замерли они потому что он гоняет одну она села на гнездо пищит и они ее гоняют потому что жара очень жарко плюс ко всему этому утка еще сидит на яйцах и мне кажется что она немножечко их перегрела и несколько штук просто задохнулись яйца утка сидит дальше я ее не снимал там у нее есть еще несколько яиц вот она их и досиживает вот наши бурбоны индюшек я отсюда убрал так как они перелетали я вам об этом говорил вот наша галашейка одна здесь одну я забрал бралерам что эта галашейка что-то что у бралеров уже занеслись занеслись они два дня назад а белая занеслась раньше это занеслась на день позже несутся они через день бывает что через два так что вот такие у нас дела яйца еще не крупные но уже есть вот такие уже гусята это гусята ландес тех которые те которые я брал с мускусными утками им получается в районе двух с половиной месяцев но они достаточно крупные сформированные гусики сейчас я вам покажу вот этих вот такие красавцы уже они конечно же еще набирают вес если бы их посадить на откорм то можно было бы уже начинать резать вот так как они то траву кушают то немножко зерносмеси они еще не такие тяжелые но на вид они уже как как гуси кашу им сюда нку ношу на днях отдал тёще козу и и двух козлях вот козлика альпийского и альпийскую красную вот эту козочку которая была конфетка и козу розу потому что как-то не хватает времени за всем ухаживать а у меня есть и не получается зачем-то ухаживать чтобы животное не мучилось я лучше пристрою какие-то добрые руки чтобы животному там было лучше то что я здесь за ней ухаживал доил кормил но этого недостаточно все таки для животного нужен хороший ухо но эти как всегда ходят сзади подслушивают и конечно же хотят попасть в кадр куда же без вас воша спрятался воша покажись и переходим к бралерам позицию здесь и белый уже начинает тоже распускаться тоже хочет покрасоваться но что-то у него еще не получается эти как всегда тихий час чем мне нравится броллер одно единственное тем что они довольно таки спокойные они покушали и там где они покушали сразу они же и упал итак бролера мы брали одиннадцатого числа шестого месяца сегодня у нас двадцать девятое число седьмой месяц почему говорю шестой и седьмой потому что боюсь перепутать название месяцов думаю вы уже сориентируетесь как индюк тянет за веревочку с телефона с чехла сейчас они полностью сидят на зерносмеси в зерносмесь добавляю рыбий жир кушают они это все хорошо пропили мы жидкий кальций пропили коксидиостатик после этого пять дней витамины и вроде бы растем нормально но еще нужно сделать проглистовку обязательно не знаю одни говорят что броллер плохой именно лично мой тот который у меня на подворье который видит видео другие говорят что нормальный я не знаю для меня на свой возраст птичка нормальная они не худые на ногах они не вытянулись нормально они развиваются может быть конечно не с такими быстрыми темпами как на комбикорме но они растут а теперь о том что что мне вчера рассказал ветврач потому что время подходит и не хватит не хватит у меня памяти в общем гаврила вчера с ветврачом по поводу содержания броллеров сейчас этот ветврач не работает уже у нас на участке уезжает на работу но когда приезжает с работы за границей домой он постоянно берет на период своего отпуска броллеров берет 30 штук за период выращивания 30 броллеров на корм уходит пять мешков комбикорма два мешка старта два мешка роста и мешок от кормочного почему только мешок потому что он уже в этот мешок добавляет кукурузу начинает добавлять кукурузу уже с момента когда начинает давать рост вот мешок роста они съедают и во второй мешок сразу начинает уже досыпать кукурузу где-то по 20 процентов комбикорм броллеров сказал что главное для броллера это чтобы было тепло сухо и чисто под ногами сухо и и чистенькая водичка после того когда он выпускает цеплят на выгл красная лампу красная лампа там горит не постоянно потому что песок когда набирает температуру он включает обычные лампы там несколько лампочек которые будут их обогревать по 60 ватт и лампы дневного света для того чтобы им было видно так что друзья вот такие у нас дела вот такие у нас новости вот наши красные индюшечки вреди на котором не сидится спокойно им нужно везде летать и плюс еще мне сказали что броллер нужно содержать все таки отдельно от всей остальной птицы но у меня пока это не получается сидят они у меня с индюшатами сидят с галашейными цыплятами и плюс сюда я еще бросил к ним вот этих красных индюшек вот такой у нас краткий обзорчик нашего хозяйства на тот двор я уже не побегу всем спасибо за просмотры берегите себя своих родных близких цените временем думайте над тем что вы говорите какие слова произносите делайте добро не унывайте любите будьте любимы крепкого здоровья вам вашим родным близким вашим питомцам если они у вас есть пускай все у всех будет хорошо всем всего хорошего всем пока пока